Здравствуйте! В эфире программа «Смотрите, кто пришел». Всегда ли мы слышим своих детей? И правильное ли воспитание бабушек и дедушек? Об этом и многом другом поговорим сегодня с моей гостьей, руководителем психологического тренингового центра Натальей Козыревой. Наташа, здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, что для вас успешный ребенок? Успешный ребенок – это ребенок, который знает, для чего он живет, чего он хочет. У него есть представление о ценностях жизни, о смыслах жизни. Вообще у него есть понимание какого-то духовного пути по жизни. И тогда он может уже справляться с теми трудностями, которые возникают каждый день. А с какого возраста? Вы предъявляете очень большие требования к детям. Это с какого возраста, можно сказать, этот ребенок успешный? Верный вопрос, очень хороший, потому что на самом деле очень многие взрослые тоже не могут найти ответов на эти вопросы. Они не знают, для чего они живут, вообще куда им идти, что они будут делать через год, через два, через три, через пять. Это очень сложный вопрос. Но я считаю, что с детьми можно об этом разговаривать. И в школе, как раз в нашей работе, мы очень много работаем с родителями школьников. И многие родители жалуются на то, что у детей нет мотивации, не хочется учиться, не хочется развиваться. Дома тоже ничего там не делают. И как раз именно проблема в том, что нет понимания, вот как раз именно, для чего мне это нужно. И когда с ребенком начинаешь об этом говорить, а можно говорить вообще, начиная с трех, с четырех лет об этом, то тогда у детей начинают появляться какие-то мысли о том, что, да, вот я хочу сейчас стать футболистом. Какие качества мне нужно уже сейчас развивать для того, чтобы быть футболистом. Возможно, мне нужно записаться на тренировки, возможно, мне нужно купить мяч, возможно, мне нужно делать броски. То есть какие-то начинают познавать, да, вот они, тонкости, детали, и начинают уже думать, или направлено в сторону того, что им хочется. Точно так же, к примеру, и с учебой, и вообще с профессией, которую они хотят выбрать. Ну вот смотрите, ну первокласснику, наверное, очень сложно сказать и определить свой будущий путь. Я говорю хотя бы о первокласснике, то есть это уже семь лет, это уже какая-то очередная ступенька в развитии ребенка. И сказать, я там буду врачом, а к девятому классу он может передумать. Конечно, это нормально, это очень хорошо. А как родители должны воспринимать вот такие решения? И с какого возраста надо прислушиваться к ребенку? Да всегда нужно прислушиваться. Вообще, если идти за ребенком, ни впереди не выбежать. У нас очень развита такая модель воспитания, когда я хочу осчастливить ребенка, я все знаю, что ему нужно, я покупаю, развиваю еще лучше игрушки, я его записываю. Ну а как же, я же хочу, чтобы мой ребенок был развитым, чтобы он там в школе был отличником. И я, естественно, со своей родительской стороны это и делаю, как мне кажется, я делаю все правильно. Лучшим образом сделать, конечно. У нас очень много таких мам, да, которые хотят догнать и осчастливить в особо крупных размерах счастье ребенку. Только потом ребенок ничего не хочет делать почему-то и вообще говорит, мама, мне скучно, я не хочу жить, и вообще, мама, для чего я живу, чтобы мне с собой бы такое сделать. Даже так? Конечно. Я вообще каждый день получаю сообщения от мам со всей нашей России и даже из стран зарубежья о том, что детям на самом деле сейчас очень скучно жить. Они не знают, чем заняться, они уходят в какие-то зависимости, благо сейчас ассортимент очень большой, как в супермаркете, разные зависимости. Есть, можно брать и такое, и такое, и такое. Уходят гаджеты, самый популярный вариант, уходят, ну, пробую делать различные манипуляции с телом на грани извращения, и это очень развивается сейчас, и все потому, что как раз нет понимания, для чего я живу, что мне нужно делать, неумение вообще работать с собой, со своими чувствами и преодолевать трудности. А можно с этим что-то сделать? Наташа, честно, мне стало страшно. Да, я и хотела так сделать, запугать. Получилось. Так, теперь я хочу, как в сказке, чтобы был хэппи-энд. Можно ли с этим что-то сделать? Конечно, в любом возрасте можно с этим что-то сделать, только нужно понимать, что если начинаешь это делать, когда ребенку 5-6-7 лет, это, ну, гораздо легче, и результат быстрее. Ну, если, конечно, ребенку 20-30-40 лет, и мама до сих пор отдекает, и думает, дитятка моя страдает, да, то тогда, конечно... Чем бы его развлечить? Чем бы его развлечить, как бы его спасти, да, то тогда, конечно, там сложнее уже. И там нужно больше времени, нужно больше сил вкладывать, и, возможно, даже денег, да. Но работать можно в любом возрасте, это 100%. Что, значит, нужно делать? Вообще, для того, чтобы у ребенка было понимание, ну, куда идти, да, и вообще умение справляться с трудностями, это потому что, на самом деле, сейчас беда, почему хоть те же самые гаджеты, потому что, ну, однозначно, не умеет справляться с трудностями, которые возникают в жизни, да. Самое первое, это нужно работать с эмоциями, с чувствами, нужно их принимать. То есть, когда у нас ребенок плачет, какая первая реакция у мамы? Ну... Наверное, ну, побежать, пожалеть, взять на ручки, поцеловать, успокоить, сказать, ничего страшного. Вот, ничего страшного. А у ребенка трагедия, у него розовая машинка сломалась или мишка потерялся. Ну, как так вот? Это разве не трагедия? Трагедия для него, для его возраста. Надо вместе с ним сидеть, рыдать. И важно принять его чувства. То есть, задача мамы, задача вообще ближайшего окружения, ну, людей, которые, ребенка окружает, да, оказывает на него влияние. Влияние, это может быть бабушка, это может быть папа. Это контейнировать эмоции, контейнировать чувства, да, помогать ему их прожить. Потому что опознание себя происходит именно через чувства. То есть, я страдаю, я сейчас переживаю, у меня горе. Либо же я раздражаюсь, потому что меня кто-то обозвал, назвал мартышкой, там, макакой, да. То есть, естественно, мне неприятно, я хочу злиться, я хочу, там, кулаки сжимать, там, я хочу драться. То есть, и, ну, возможно, тоже как-то вот, ну, агрессивничать, да. То есть, важно учить детей управлять эмоциями. А для этого важно взрослому не затыкать рот, не говорить, что я лунда какая, из-за чего расстраиваешься. Да ну, перестань, новую машинку тебе куплю, пойдем прямо сейчас в магазин выберем. Как хочешь, хочешь дверь. Важно дать ему пострадать, попереживать. Да, была прекрасная машинка розовая. А какой мишка был, какие у него лапки были, как тебе было с ним хорошо. Мне кажется, он еще больше, да, он, конечно, он еще будет больше плакать, а сердце плакать, конечно, да. И, ну, тогда он когда-то проплачет, вот эту потерю, то есть, он вытрет эти слезы, смахнет их вот так вот и пойдет дальше. То есть, у него вот это вот не будет откладываться в виде, там, какого-нибудь такого негативного кирпичика, да, у нас там в головушке есть такой склад, где все негативные наши непережитые ситуации складываются, да, и накапливаются с возрастом, и оказывают влияние на наше поведение. То есть, у него этого кирпичика просто не будет, он прожил эту потерю, и он может дальше идти, развиваться, дальше жить, может познавать мир, то есть, интересоваться чем-то. Машинку-то покупать другую? Нет. Так как игра теперь сломана, ты сломал. Вообще. Но это чувство вины и может быть опять. Какое чувство вины? О чем вы? Если сломал, ну как, машинка может сломаться, может быть, ты ее сломал ввиду каких-то манипуляций, хотел посмотреть что-то внутри, посмотрел, обратно собрать не можешь, да, это прекрасный опыт, это прекрасный опыт, нужно дать ребенку пережить его. Да, я сломал машинку, вот таких моих действий, вот такое получилось, ну, получилось же, это здорово. То есть, порыдал, поплакал, можешь спросить, что ты в следующий раз будешь делать, когда, ну, перед тобой будет такая машина, какой опыт ты получил, порадоваться за него и сказать, ты у меня гений, ты молодец, что дальше? Ну, есть у нас прекрасное, но и обожаемое старшее поколение. Что делать с бабушками и дедушками? Вот там иногда вот эта вот любовь и гиперопека, она просто зашкаливает. Конечно, да. Очень много таких вопросов тоже, что бабушки и кормят сладостями больше, чем нужно, и дают мультики посмотреть, и опекают от всего, ничего не дают трогать. Только чтобы слезинка не выкатилась. Никаких эмоций, чувств не дают пролить, да, много таких, конечно, жалоб. Запретить? Ну, я считаю, что нельзя граждать детей от общения с бабушками и дедушками, потому что это потрясающий опыт, это тот опыт, который не будет никогда у меня, никогда у вас, никогда у наших детей. Его мы можем получить только именно через общение с нашими бабушками. Они жили в такие потрясающие времена, когда был еще Советский Союз, там, послевоенные времена, да, то есть, когда был развал, перестройка, там. А нужны детям эти воспоминания? И понимаете, у них было огромное количество трудностей, было безденежье, там, у кого-то с работой были проблемы. Все равно же все повторяются эти трудности, да, они в каждом поколении есть. И если мы от этого опыта отнекиваемся, то есть не даем детям общаться с бабушками, либо обесцениваем их опыт, говорим, да ну, что их там слушать-то, непонятно, что говорят, жили в какое время. Непонятно сейчас все по-другому. То тогда мы не даем детям принимать опыт старших поколений. И вот есть такое понятие сила рода, да, то есть, за каждым из нас, ну, огромное поколение, да, то есть, там, бабушки, прадедушки и так далее, и так далее, да. И мы живем только за счет того, что, мы сами живем, и наши дети живут за счет того, что каждый в свое время принимал какие-то важные решения, какой-то у него был опыт, да, который позволил ему выжить, выжить его семье, передать вот эту линию жизни, да, энергию рода дальше. И вот поэтому нужно общаться с бабушками, с дедушками обязательно. И что важно делать, вот у нас как обычно бывает, когда мы приезжаем к бабушкам, сдаем им внуков, да, мы даем такую инструкцию, как с мужа с ними обращаться, сколько раз кормить, что может, да, что нельзя. В общем, вообще такая полнейшая инструкция, естественно, ну, бабушек и дедушек это часто обижают, потому что они прожили богатую жизнь, да, тут, ну, с какой-то инструкцией приезжают и говорят, как нужно обращаться. И я хочу сказать, что вот нотации, ну, вот мы жалуемся в том, что бабушки читают нотации нам иногда, но мы тоже, честно говоря, мы тоже часто читаем нотации, что можно делать, что нельзя делать с детьми и с внуками, да. И нотации, я думаю, что каждый это прекрасно понимает, советы, рекомендации, раздражение какое-то, вот все это с раздражением, уже обычно еще говорится, да, они не работают. Вот можно даже себя поставить на место бабушек, либо же представить, что вот вы на работе, да, и у вас есть такой начальник, который постоянно пилит и говорит, что вы все не так делаете. Ну, неприятно же ведь, да, вообще противно, в глаз хочется дать, там, все высказать. А тут вот мы тоже самое делаем с нашими бабушками, вот, и, естественно, бабушки там бывают боятся, и поэтому они опекают больше, думают, что если там упадет, поорет, покричит, то, ну, им потом по шапке тоже попадет, то есть. Не дай бог, простыл. Простыл, не дай бог, да, или будут жаловаться, или будут жаловаться, что было ему холодно и голодно, то есть, ну, это же вообще ужасно, это страшно. Бабушки-то боятся, поэтому опекают, контролируют очень много из-за этого. Плюс ко всему они пытаются еще любовь внуков завоевать каким-то образом, например, покупают много, ну, сладостей, которые там обычно дома не разрешают, да, там, какие-нибудь игрушки, которые тоже нельзя. А мы ругаем, пилим их бабушек, опять же, и все повторяется, ничего не меняется. Поэтому очень важно понимать, что изменить отношения, ситуации, и можно договариваться только тогда, когда мы начинаем благодарить наших бабушек, наших дедушек, начинаем подмечать то хорошее, что они делают. А они очень много делают, то есть, можно сказать, что ты заботишься, я вижу, как ты заботишься, да, что ты проявляешь любовь, ты, ну, вот это сделал, и это сделал, и это сделал. И когда мы начинаем благодарить и принимать бабушку, да, это может быть мама там ваша, либо же мама супруга, очень сложно бывает принять, потому что много там каких-то обид бывает, да, они появляются. И когда вот начинаешь принимать, уважать, благодарить, то тогда отношения очень сильно меняются, очень здорово. Но на это, конечно, нужно время. Наташа, вы знаете, я вот вас слушаю, слушаю, и я понимаю, что воспитание ребенка, в первую очередь, надо начинать с воспитания себя, с воспитания родителей. Ох, это печально. Ну, и это получается. Не касается, но это единственный способ, который 100% работает. Чего ждут от нас наши дети? А как вообще понять, чего он хочет? Это надо постоянно разговаривать, спрашивать, но ребенок, мне кажется, он не всегда может выразить свои мысли? Или главное начать? Вообще детям нужно, на самом деле, внимание родительское, качественное, хорошее, но его не нужно много. То есть, если внимание качественное, хорошее, стопроцентное, то детям достаточно 5, 10, 15, 20 минут в день, и все, дальше они к вам не пристают. Но что значит хорошее качественное внимание, то есть время, которое развивает ребенка? Это когда я не отвлекаюсь на телефон, на телевизор, на разговоры с мужем, со старшим ребенком, на борщ, который в кастрюле варится на плите, на пирог. То есть, я полностью с ребенком, то есть, вот пришел, например, из школы, из детского сада, я понимаю, что у меня сейчас есть 10-15 минут, и я могу полностью побыть с ним, смотреть на него, восхищаться, какой он у меня, вот фингал под правым глазом. Разодранные штаники, как мастерски хорошо, там дырка под мышкой, вот тут вот все черненькое. Вот восхищаться меня смотреть и слушать его, как вот прошел день, что нового ты узнал, что у тебя было хорошего, какие трудности, как ты с ними справился, какой ты мне молодец, я верю в тебя. А если жалуются на него, говорят, вот хулиган, там одному мальчику в глаз дал, другому штанишки порвал, девочке за косу дернул, как на это реагировать, вот как научиться? Потрясающе, потрясающая просто ситуация, даже посмотреть на ребенка, опять же, такими же любящими глазами, вот если на него много злости, раздражения, нужно просто вспомнить, когда он родился, либо первый раз вам улыбнулся, сколько было радости, да? И вот таким вот восхищенным взглядом на него смотреть и спрашивать, ну рассказывай, о чем произошло. Наташа, спасибо огромное, я сегодня получила очень интересный урок родительства, я думаю, что и наши зрители тоже услышали для себя очень много нового и интересного. Удачи вам в вашей работе, ну и, конечно, послушных, самых лучших, самых талантливых детей. Послушных не надо. Ну а на сегодня у меня все, увидимся ровно через неделю, не пропустите, вас ждет встреча с очень интересным человеком. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!